Мужчина, обувь не нужна? Вот решил открыть свой собственный бизнес и продавать обувь. А что, погода у нас разная, да и дороги в некоторых местах не самые лучшие. Наверняка спрос будет. Вот только надо же это дело как-то зарегистрировать, определиться с торговой точкой. Да и реклама нужна другая. Сегодня разберемся, как открыть свое собственное дело. Мужчина, мужчина, купите туфли. Опросы показывают, каждый третий россиянин хочет открыть свой бизнес. Однако лишь 17% желания пытаются реализовать. И всего три имеют свое дело. Сейчас в России почти 6 миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства. И каждый день к ним добавляются еще десятки. Правда, почти 97% предприятий не живут больше трех лет. И мне в это число попасть совсем не хочется. Кофе с собой, тюнинг автомобилей, свадебное агентство и даже производство роботов. Какие только виды бизнеса сегодня не встретишь. Но самая привлекательная сфера, эксперты говорят, розничная торговля. Так что здесь я точно не ошибся. После того, как сфера определена, нужно понять, где взять первоначальный капитал. Это может быть кредит, привлечение инвесторов или партнеров, заем у родственников, гранты, субсидии или собственное накопление. Ну а далее еще одна непростая процедура – регистрация бизнеса. Только на открытие ООО может вполне уйти два месяца и более 50 тысяч рублей. Так что мы за помощью обратимся к экспертам. Во-первых, нужно определиться с формой. На сегодняшний день самые распространенные две формы – это индивидуальный предприниматель и общество с ограниченной ответственностью. Зарегистрировать ООО можно как на одного, так и на несколько. Учредителей, соучредителей допускается до 50 человек. В отличие от ИП, где собственником является само физическое лицо, индивидуальный предприниматель. Для открытия ИП в налоговый орган необходимо подать всего три документа. Заявление на регистрацию, квитанцию об оплате госпошлины – это 800 рублей – и паспорт. Для общества с ограниченной ответственностью пакет документов потребуется в два раза больше. Здесь нужны и устав, подготовить и решения учредителей, да и госпошлина тут составит уже 4000 рублей. Я остановлюсь, пожалуй, все-таки на ИП. Далее мне необходимо собрать все документы, а их немного, и подать заявку в налоговый орган. При этом совсем не обязательно куда-либо идти. Это вполне можно сделать онлайн на сайте налоговой. Срок регистрации всего лишь три дня. Правда, на этом все не заканчивается. Далее необходимо открыть счет в банке. Порой это также может стать настоящим квестом. И выбрать налоговую систему. Причем сделать это правильно, чтобы сразу не уйти в минус. Тем более издержек и без этого хватает. При открытии ИП, даже при неосуществлении деятельности, индивидуальный предприниматель платит страховые взносы в пенсионный фонд, фонд сенсального страхования, фонд медицинского страхования. Независимо от того, ведет он предпринимательскую деятельность или не ведет. Затем может потребоваться еще сайт, реклама и прочее. Но если к делу подойти правильно и ответственно, то через пару лет можно будет продавать обувь уже не так, стоя на улице. Как не сбиться с пути и что делать, чтобы бизнес не превратился в убыточный, мы обязательно расскажем в наших следующих выпусках. Продолжаем повышать свою эффективность, чтобы дружить с деньгами.